Уже завтра, 23 декабря, в библиотеке имени Билинска состоится первая встреча в рамках международного литературного проекта в гости к сказкам-иностранкам. Что он из себя представляет и что это вообще такое, мы будем обсуждать с нашими гостями. Давайте знакомиться. У нас в гостях заведующая отделом литературы на иностранных языках библиотеки Билинского Ольга Начапкина и гости из Мексики Николь Кастанеда. Доброе утро. Доброе утро. Новогодняя пора. Время чудес, сказок. И в этом году что подготовила библиотека Билинского? Да, вот именно к новогодню, к празднику мы решили начать наш новый проект. Это семейный международный литературный проект в гости к сказкам-иностранкам. Для детей от 6 до 8 лет с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками мы приглашаем всех погрузиться в иноязычную культуру, в иноязычную среду. С помощью наших друзей, иностранных студентов, которые ходят к нам в русский клуб в Билинке, они нам будут помогать это делать. А сколько стран вообще будет представлено? Ну вот пока мы запланировали 6 стран. На 6 месяцев 6 стран. Это начинаем мы с Мексики, потом у нас будет Ирак, это арабская сказка, Китай, Иран, это персидские сказки, Турция, ну и что-нибудь африканское возьмем. Ну судя по тому, что у нас Николь сегодня в прямом эфире, то первой страной будет Мексика. Как давно вы живете в Екатеринбурге? Я приехала сюда 2 года назад. Ну и как вам наша зима? Уральская, погодная, морозная? Нет, мне кажется, увлекательно. Мне очень нравится снег, особенно потому что я никогда не раньше его видела. И я чувствую, я думаю, что уральская природа плюс снег создают честную атмосферу, да. Ну да, такой новогодний, настоящий, зимний. Вы уже успели познакомиться с русскими сказками. Понимаете ли, чем отличаются, например, мексиканские сказки от российских? В чем разница основная? Честно говоря, да. Они чуть-чуть похожи. Природа играет важную роль в обоих. Тоже у них и у вас есть, у нас и у вас есть мистические существа, животные. Но самое главное, что в обоих есть цель, чтобы передать морал, такие как доброта и храбрость. То есть какие-то там определенные ценности все-таки присутствуют. Ну, мне кажется, это вообще во всех сказках плюс-минус идеи и посыл одинаковые. Конечно, да. Мораль во всех сказках всегда есть, независимо от национальности. И добро везде побеждает зло. Оно, правда, по-разному. Вот мы когда с Николь готовили первую нашу встречу с детьми, оказывается, я узнала от Николь, что в Мексике детям сказки, как таковые, вот как у нас принято, не читают. Ведь то, что мы будем читать завтра ребятам, это не сказка, это легенда. Это легенда. Потому что древняя история Мексики, она вся в легендах. И это немного не то. Ну, немножко отличается. Поэтому вот это вот очень большая особенность, вот именно мексиканская, потому что это легенда. Вот то, что мы будем рассказывать, адаптированная для детей легенда. Вы пришли не с пустыми руками, у вас летучая мышь. Кто это? Что это за персонаж? Вот это вот и есть наша такая необычная героиня. Сказка-легенда будет у нас называться «Надменная летучая мышь». Вот в самом названии «Надменная» уже звучит. Да, это вот такой наряд у нее, который она сначала себе выпросила, а потом благодаря своей, ну, благодаря в кавычках, благодаря своей надменности она потеряла и осталась такой, какая она и сейчас есть, глубоко в пещере и слепая. Поэтому вот мораль вся в том, что будет вот в этой легенде, о том, что мышь не смогла перенести свою красоту, свое великолепие, стала надменной, и за это вот ее бог Тотек, мексиканский. Покарау. А как часто вы будете проводить? Вот сегодня я уверена, что многие из наших телезрителей узнают про эти встречи. Есть ли шанс еще попасть? Где места, в каких странах, сказках остались, чтобы точно успеть? Места есть. Мы приглашаем всех желающих. Вход свободный абсолютно. Регистрироваться заранее не надо. Да. Мы завтра начинаем. Отдел литературы на иностранных языках, четвертый этаж. Пожалуйста, мы всех ждем, в принципе. Так, а Викторина будет у нас какая-нибудь? Хотелось бы. Нет? Не будет? Что ты хочешь? Вопросы по знанию книг, как в школе? Нет, у меня новогоднее настроение, и мне хочется сразу же в какие-нибудь игры играть. Ну вот, смотрите. Допустим, как на мексиканском желтый цвет? Амарио. О, а красный? Эйррохо. Отлично. А посмотрим, смогут ли наши телезрители написать, как на мексиканском зеленый. Цвет вы и не сейчас не отвечаете, не говорите, не подсказывайте. Мы будем проверять в комментариях. Какой-то массовик затейник с утра пораньше. Я даже удивлена, если честно. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в гости, посвятили нас немножечко и в культуре Мексики, и вообще программу. Ну а вы обязательно следите, и вот таким образом при помощи чтения перемещайтесь по странам и больше путешествуйте. Да, у нас сегодня в гостях была заведующая отделом литературы на иностранных языках библиотеки Белинского Ольга Начапкина и гостью из Мексики Николь Кастаньеда.